Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день. Приятного просмотра! Друзья, у нас уже почти лето, вон мужчина без футболки даже прямо на улице местной стоит. Светит солнышко, время начало пятого, понедельник и градусов 27-28 сейчас, я думаю не меньше, на солнце. Да, не меньше, это 100%. И, ну нарисован дождик на 9 часов вечера, на 9, на 10, не знаю будет он или нет. На солнце, когда находишься, даже не верится, что вчера еще была такая зима, вернее сегодня ночью. Когда шел и одевал, даже я не снимал, по-моему не рассказывал, одел даже дождевичок, который закидывал в рюкзак, курточку легенькую. Потому что, действительно, на майке было к полуночи, ну прохладно в футболке. Нет, это не нормально, такого, конечно, никогда не было, чтобы до конца октября, 1 октября, чтобы я одевал хоть что-то, кроме футболки. Это, конечно, ужасно, куститесь, будешь куститесь, куститесь. Митина мы сделали видосик, вы видите его. Напоминаю, что в районе оба напротив Митина Хусейн стоит с сумками. Сейчас не пойду по вещевому рынку, пойдем продукты, поснимаем обезьянку нашу. Вот вот Хусейн стоит с сумочкой, привет. Ну и сюда можете купить что-нибудь со скидками, когда скажете, Ром, короче. У него картон-бардак вар? Картон-бардак вар. Угу. Чай. Чай, чай, чай. Чай, чай, чай. Ну, короче, вот эти вот сумочки, мы говорили, все, по-моему, если не ошибаюсь, по 30 евро, по-моему. Вот эти по 30, да, по-моему, все? Очень гарантий. Очень гарантий. Смотрите, тут любые бренды, реплики, очень качественные, очень большой выбор у него. Очень много сумочек. Два года гарантий. Два года гарантий, то есть через два года приедете, назад отдадите. Смотрите, большие, маленькие. Чай горячий. Вот такие вот есть, все, все, все. Потому что на рюбзачков очень много, большой выбор. Детские рюбзачки. Парень хороший, будем делать обязательно скидки, если скажете, что от меня. Взял уже мне Хусейн. Это метин у нас. Друзья, чай подарок всем. О, точно. Кто приедет купить, но купить неважно. Они скажут пару рунков и я сразу чай подарю. Так что приходите пить чай. Только тем, кто купит. Не купить тоже я подарил. Это культур наша, без проблем. Да, я знаю, я шучу. Потому что если дает, рука всегда богата. Все не только деньги. Так что приходите пить чай к метинам. Чай без проблем. Хвостик, привет еще раз. Видео с рынка я уже показал тебе. Красавчик. Кс-кс-кс. Сил нет мелкой. Ты красавчик. Так как ты хвостик носишь, никто не носит. Ты вообще уникальный у нас. Классный такой. Да? Такой классный тебе. Давай я тебе еще насыплю и ты на всякий случай. Да? Хвостик. Хвостик. Скажи мне, так прикольно мелкоешь. Красавчик. Красавчик хвостик. Это да, друзья. 7 часов 15 минут. У нас дождь пошел. Блин. Не могу сказать, что совсем не ожидал. Но я думал, что если будет, то покапает немножко после 9 или 10 вечера. Жесть. Неожиданно, конечно. Надеюсь, сильно не будет. Хотя небо затянуто. В шоке, друзья. Там ливень пошел. Ливень. Просто ливень. Там выйти невозможно будет с магазина. Офигеть. Вот это нежданчик. Был ливеняка вообще конкретно. И сейчас идет такой стабильный дождь. Ну, идти пешком нельзя. За 5 минут намокнешь полностью. 2 октября почти 3. И наш самокатный код. Думаю, где он ночует? Прохожу. Он тут беденький лежит. Спит прямо на этих. На плиточке на этой холодной. Привет, красавчик. Ужином, водички налим. Ты бы не попал под дождик, нет? Кушай, кушай. Кушай. Где твой самокат? Днем он на самокате. Кстати, если б ты спал на самокате, получается, было бы теплее. А ты спишь на плитке просто. На самокате было бы немножко теплее. Котик, ты подумай. Подумай, чтоб спать на самокате, да? На самокате надо. Подуша. 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 Это звездой ты будешь. Тебя и так все знают. А вот еще больше людей. Что у тебя хвостик? Кто у тебя хвостика кусочек откусила? У тебя хвостик неполноценный. Это девчонка или мальчик? Красавица. Девчонка, наверное. Потому что пацан. Тебя сразу сложно определить. Ты толстый или пушистый? Красавица. 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 Любитель самоката. Начал гладить. Об ноги трется. Шейку подставляет. Такой милый. А потом семья проходила. Мальчик хотел погладить. Папа говорит, нет, нет, не гладьте. Он на турецком. А потом сам начал гладить. Да он был лапой. Бэмс, бэмс. Типа, наверное, за то, что ребенку не дал погладить. Красавица. Я все понимаю. Я стою полчаса уже ее наблюдаю. Она дается гладиться только тем, кто кормит. Скажи, хотите меня погладить? Сначала покормите меня. Тогда я дам вам погладиться. А так вот она бокс показывает тем, кто ее хочет гладить. Если кто-то не кормит. Стою, так думаю. Вообще, в принципе, интересная логика у кошки. Она же понимает, что в магазине продается кошачья еда. Да, соответственно, она сидит. По-любому зайдет. Сто человек, ну пусть даже тысяча человек зайдет. И один хотя бы из этой тысячи будет настоящим человеком, который любит животных. Он купит пачечку еды и вынесет. И так вот, знаете, раз в 2-3 часа такой настоящий человек будет появляться, выносить пачку еды. Мы вчера тут были. Она не ела и пакет Феликса вынесли жидкий. Она отказалась. Но была, видимо, не голодная. А сейчас вот, ну не знаю, миг раз закрыт. Буквально был несколько минут, как я сюда пришел. Но она вот лежала, спала и сухой корм мой стала кушать. Да? Красавица. Так что гладьте ее осторожно, друзья. Не надо ее лучше гладить. Но если она сама дается, вы видите, трется об вас тогда давайте. Но это после того, как вы ее покормите. Потому что так она может вас поцарапать. Она защищается. Красавица. Красавица. Полночь мы с тобой встречаем. Советую всем назначать стрелки возле самокатной кошечки или кота. Я так и не понял, кто она. Это у меня тут место встречи сейчас с Ромой и Леной. Я тут уже 20 минут. А ты похож на самокатного тоже немножко, да? Привет, красавчик или красавица. Пацан. Пацан. Прикольный. Друзья, полночь уже, ну дождя нету. Видите, лавочка в дожде. Дождя нету. Полночь наступила. Девчонка вроде. Да? Такая мордочка сонная. На фонтане с наслепительной соседей. Наверху там. Друзья, без одной минуты час ночи. Тут тепло сейчас. Такой ветерочек. Он свежетеплый, я вот так выражусь. Такой классный. Смотрите, какая красота. Луна светит. Лапкин кушает. Да? Лапкин, привет. Маячок там внизу. Не поснимал маячка. Говорящая окошко, мяукающая, тоже внизу. Там на улице бар вообще два часа будет музыка. Здесь ни одного человека нету. Лена только. Боже, как классно. И море запах. Приятный, приятный запах моря здесь. Сейчас вот бывает противный запах йода, моря. А сейчас приятный запах. Кстати, здесь крыси бегают по камням. Не бойтесь. Это кто-то может боится. Увидитесь. Сейчас они даже пикали здесь. Голос подавали. Вчера мы видели одну. Маячок пыталась ее поймать. А там, по-моему, рыбаки сидят. Он дальше там. Ой, как классно. Третья наступила. Третья октября. Надеюсь, она будет теплая, без дождя. Хотя дождь. Дождь на сегодня нарисован. На час, на два дня, когда вы уезжать будете. Маячок собственной персоны. Покушали сухой еду. Сейчас пакетик будем, да? Вот такая экстремалка. Она бегает прям по краю вот этому. Ой, вкуснятина. Все, Лена прощается со всеми котиками. Делает им памятные фотосессии. Загадывает, вы видите, через год. Пора сбаловал мне их тут с этими пакетиками. У меня еще куриные сердечки приносил. Вот он. Сейчас ночью, друзья. Больше ужин. Мы все ходим к котику оформим, да? Это у тебя ужин или завтра? Белка, ты не наелась? Посыпать не ешь? Посыпь чуть-чуть. Виска с ней елась. Без 22. Людей мало, но есть. По чуть-чуть люди ходят. Если бы было все до часа, уже бы никого здесь не было. Так как до трех, то... Погода офигенная. Вчера в это время я шел в дождевичке своим одевал. Сейчас даже тут вообще тепло сейчас, да? Сейчас зайдем в сторону Клеопатры. Тут вообще теплым прям. 2.04, друзья, очень тепло. Вы знаете, я думаю, точно сейчас... Ну, мне что-то кажется, что не 25, а 26. Потому что... Ну, было бы если 24 или 23, мне однозначно было бы прохладнее. Да, местами иногда где-то идешь. Местами иногда чуть-чуть свеженький такой. Возможно, на 24. А вот здесь, мне кажется, 26. Вот мы идем сейчас де-факто. Центр самый. И... Очень обалденно. Очень комфортно. Естественно, я в шлепанцев, шортов, футболки. Да, я брал дождевик. Тоже у меня в сумке лежит, как и вчера. Потому что в это время вчера я бы замерз бы сейчас. Вот... Я вчера в 11 шел, в 12 я уже дома был. И... Я одевал дождевик свой. От холода. Не от дождя, конечно, от холода. Там у нас чадаш, кундура, перлоплатино, пятничный рынок. Так, ну вот такая вот прогулочка. Наверное, дневная она у меня будет. Да, оба я смонтирую отдельно. Видео с оба. С оба из Тосмора, где мы шли по набережной. Оно отдельно будет. А это такая вот... Я снимать начал. Ну, в разных местах, короче. Это просто за день, за 2 октября. Большой рыжий котик в игрушечном магазине. Тебе дать поесть, красавчик. Ты здесь живешь, да? Центр напротив памятник. Таксишки одни ездят в основном. Машин мало ночи. Кошечка тут всегда возле дерева живет. Всегда живет возле дерева. Сейчас курса валюта вам покажу по карму. По карму вайки-кушку и домой. Третье число. Так, 26 здесь давит за доллар. 27.30 за евро. Но 24.2 за рубль. 31.50 за фунт. Потому что дожди. Может она приготовилась к дождям. А не может чувствовать дожди. Вайки-кушки нету на открытых территориях. Но время позднее. Даже давно не было так поздно. Вайки-кушка. Ты спишь где-то? Не вижу. Вайки-кушка. Вчера к мне приходил где-то. Максимум. Не, не полночь. Даже раньше. Вайки-кушка. Вон она моя красавица. Вайки-кушка. Привет. Привет. Нет, скажи я не сплю. Не сплю я. Привет. Вайки-кушка. Вайки-кушка. И скажи всем пока. Голодная после дождя. Всё. Спокойной ночи. Спать пора ты должен. Ай как красота. Когда никого нет. Оттуда кошечка там. Ждешь я ее кормлю. Подала голос. Пошел дал ей тоже поесть. Сверчки поют. К сожалению не зафиксировал я. Когда перестали петь цикады. Когда это случилось. Хотя бы на пределах. Хотя бы. Плюс-минус пять дней. Чувствовал. Просто вот потом бах. Иду-иду как-то. И понимаю что цикад тоже нет. Я думаю что. Ну в начале сентября. Думаю точно были. Когда перестали. Я даже не знаю. Может в середине сентября. Работают кафешки. Еще там еще полно людей. Будет точно знаю. Флеш и второй там ресторанчик. Если олень будет сейчас со светом. Подойду покажу вам олень уважаемого человека. Если не будет на нем подсветки. Все уже друзья. Прощаюсь с вами пока. Спасибо кто гулял со мной. Спасибо что вы со мной. Лень с уважаемым человеком не освещается. Площадь освещается. Зашел показать вам. Поздороваться с ними. Чистенько после дождика. Смотрите а классно. Ланя наконец-то стала все чистой. Помытой. Лекшамлар. Олень уважаемый человек. Пол третьего. Давно я так не гулял. Ну в смысле не то что давно. Вы помните что мы до трех гуляли. До четырех. Но последние недели три. Наверное не гулял так. До такого времени. Спасибо еще раз за прогулку. Кто был со мной. Пока. Смотрите цветет хлопковое дерево. Тоже видите на одном весь сезон провисели все лето. Провисели эти. Что с ним не то видимо. Они должны были обсыпаться этот хлопок. И деревья вот рядом которые с ним они уже цветут. И цветут они потрясающе. Надо днем прийти. Смотрите какая красота. Да. Они цветут. Да. На этом на среднем хлопок. До сих пор. А вот смотрите цветет. Полиция работает. Друзья. Прямо прикрывают дороги. Очень много полиции проверяют. Все 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 машины. Ну прежде всего и водителей. Но также и нелегалов. Тоже думаю. Заодно. Смотрите какое оно красивое. Цветущее хлопковое дерево. Потом напоминаю. Кто не видел. Образуются такие штучки. Похожие на авокадинки. А потом они распускаются. Из них появляется хлопок. Я не знаю идентичен он настоящему хлопку. Который в полях растет. Узбекских. Или еще каких-то. Таджикских. Но. По крайней мере. Очень похоже оно на вату. Я думаю что на ощупь. И по физическим свойствам. И это дерево с шипами напоминаю. То есть. Еще название есть этого дерева. Манки пазл. Манки пазл. То есть. Оно растет там где обезьянки. Чтобы они не лазили. Его не портили. О нем шипы. Ну вот. И в Турции. Такие деревья. В районе Клеопатрии. Здесь на площади. Хаджет. Работает пекарня. Моя любимая. Где можно зайти. Сейчас пирожочки взять. Вчера купил. Забыл за них. Два съел. Два в холодильнике лежит. Сейчас приду. Микроволновку. Не надо покупать. Ничего же. Все. Спокойной ночи. Друзья. Вон трансфер. Кого-то ждет. Кто-то уезжает из Турции. Начинаем на левую палку. Сейчас дома. Еще дома. Шестера возле дома. И по пути еще трое будет. Потому что темно. Все. Пока. Редактор субтитров.